привет всем рассказ о музыке пустыни в америке много пустынь в одной из них а именно в мохаве в маленьком городке ланкастере объявилась семья влитов самый юный член этой семьи дон влит дон глен влит впоследствии стал известен как капитан бычье сердце капитан бифхард полюбил мальчик блюз что поделаешь полюбил джона ли хукера манди уотерса хавлина вулфа самостоятельно освоил губную гармошку саксофон подружился с фрэнком заппой который жил там же неподалеку стали они вместе играть записывать музыку репетировали в небольшой гаражной студии которую приобрел фрэнк заппа у своего товарища но дело быстро свернулось потому что фрэнк заппа был арестован и посажен в тюрьму будучи обвинен в создании музыки создание саундтреков к порнографическим фильмам переодетый полицейский пришел к фрэнку заппи заказал ему музыку для порнофильма что фрэнк заппа с удовольствием вместе со своей подружкой и сварганил со вздохами охами основная проблема была в том чтобы вырезать смех между охами и вздохами но полицейский переодетый переоделся обратно в форму пришел в свое отделение полиции продемонстрировал пленку за заппой пришли запас посадили студию него отобрали потом быстро выпустили правда но с музыкальным бизнесом пришлось ему расстаться и он уехал в лос-анджелес а бифхарт остался без друга гениального а фрэнке заппи нужно говорить отдельно это абсолютные безоговорочные гении один из грандиознейших композиторов и исполнители двадцатого века все впереди ну а дон влит который взял себе еще частичку имени ван говоря о том что его предки были голландскими художниками или скульпторами или что-то в этом роде стал называться дон ван влит ну потом уже стал каптаном бифхартом принялся музицировать самостоятельно собрал коллектив под названием magic band captain бифхарт magic band записали не пару сорокопяточек строкопяточки вроде бы понравились компании эй и эм но следующие песни которые записывал молодой бэнд разонравились компании эй и эм потому что они были слишком радикальны для них но появился парень который звали боб краснов и взял под крыло молодой коллектив результат чего появился грандиознейший альбом один из самых удивительных наверное альбомов двадцатого века если говорить о рок музыки вот такая вот пластинка safe as milk называется она каптан бифхарт and his magic band budda records компания выпустила это записала и выпустила этот альбом а а боб краснов впоследствии стал одним из самых уважаемых продюсеров соединенных штатов америки в частности он записывал пластинки ринга стара которые по звучанию особенно среднего и позднего периода как мы знаем они близки к идеалу ринга стар да послушайте убедитесь сами так вот эта пластинка у меня это переиздание уже двухтысячных годов а в оригинале она безумно дорогая хотя переиздавалась несколько раз очень редкая и совершенно изумительная среди поклонников каптана бифхарта именно этого альбома были джон леннон пол маккартни и масса музыкантов вплоть до наших времен алексиска алекс капра нас и музыканты группы оазис sonic youth много 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 кто еще шон леннон очень сильно въехал в творчество бифхарта и вот этот альбом это невероятная штука совершенно когда вы слушаете в первый раз я думаю что кто-то из тех кто смотрит эту запись в первый раз послушает эту пластинку может показаться что это какая-то билиберда сыгранная а бы как не пойми как на очень плохих инструментах с очень плохим звуком а со второго прослушивания уже а кому-то даже из первого я думаю что большинству из первого станет ясно что сыграно это близко к идеалу сыграно прекрасно аранжировки сложнейшие партии музыкальные сложнейшие все сделано точно 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 просто расставлено как по сеточке не люблю это слово но я его использую еще раз сегодня все прямо расставлено точно 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 абсолютно не придраться ни к чему но настолько все безумно настолько все не похоже на то что делали все остальные музыканты во всем мире если говорить о рок музыке что это конечно удивительно это та же самая рок музыка только взгляд на нее чуть смещен угол зрения немножко изменен и получилось то что получилось получился фантастически совершенно альбом гитара звенит с тремоло с небольшим без без тяжелых обработок без овердрайва без рио вот этого вот хард-рок ничего этого близко нет хотя иногда есть гаденький гаденький фуз такой но он не давит а он придает такой вот какой-то мерзопакостный оттенок гитара звонкая и и много она играет аккордами там их две вообще-то и и аккордами и одноголосые мелодии и так много там на игр на рай кудр играет на гитаре кстати говоря вы знаете это прекрасный гитарист который может играть все это была первая запись рая кудра ему было 20 лет в ту пору и он быстро ушел потом из этой группы в силу того что на одном из концертов каптан бифхард замер перед микрофоном будучи не в силах произнести ни слова потом шагнул краю сцены и как столбом вот так вот упал прямо на своего менеджера с трехметровой высоты объяснил он это потом тем что увидел в публике девушку которая пускала пузыри и превратилась в рыбу в каком состоянии был каптан бифхард мы не знаем я думаю что он просто очень сильно волновался так вот эта пластинка считается самой доходчивой из всего творчества каптана бифхарта хотя на самом деле не так все страшно у бифхарта много очень приятных и доходчивых песен и альбомов мы потом как-нибудь о них поговорим первое произведение а еще чернов я зайду это практически традиционный дельта блюз который не то что слизан а лежит на песне моди ватерса роли нам там блин но сыграно все совершенно иначе не так как у моди ватерса не так как в дельте хотя вроде бы как бы так же но опять таки угол зрения смещен и какой-то элемент шизофрении присутствует тем более что голос ван влита дона ван влита капитана бифхарта совершенно чудовищный он вроде бы и голос вроде бы поет да но настолько невменяем что тут просто цвета том вейтс отдыхает вообще далеко далеко зигзаг вандер песня тоже вроде бы ритм и блюз и эту песню смогли бы спокойно сыграть группа the rolling stones 67 в 64 скажем году 65 67 когда вышел это альбом они играли уже совсем по-другому с другим звуком тоже вроде бы традиционный ритм и блюз гитара дико звенит казалось бы отвратительно но к этому и к этой отвратительности очень быстро привыкаешь и погружаешься в этот звенящий дребезжащий звук который оказывается не дребезжащим а идеально чистым потому что рай кудр это перфекционист и каждая нотка у него выстроена выиграна четко все на своих местах всего очень много он очень много там наиграл и в этой связи после того как он ушел из группы очень сложно было найти гитариста который смогу повторить все эти партии рая кудра колонми еще одна ритм и блюзовая штука но уже более жесткая но тоже вполне могла бы лечь кролинг стоун хотя она не не то чтобы блюзовая она такая в стиле баллад мика джаггера слезоточилых довольно тяжелых но слезоточилых балладных таких гопницких произведений которые писали джаггер и ричард но здесь гораздо более зверски все сделано дропаут буги но это уже образец какого-то такого зачаточного не то чтобы панк-рока но андеграунда в чистом виде хотя сыграно совершенно не андеграундно сыграно очень сложно очень точно мастерски круто все время все меняется размеры меняются неожиданные паузы неожиданные какие-то смены мелодии гармонии оба оба совершенно не знаешь чего ждать какая-то довольно болезненно все это звучит на болезнь приятная а им glad следующая песня вообще чистый дубов то есть что такое дубов песенки 50-х годов американские многоголосие такие песни которые в парикмахерских могут звучать по радио и все барышни будут переться нежные многоголосые такие шуби дуба а ля-ля вдруг неожиданно она выскочила и песня electricity которая завершает первую сторону альбома песни где по-моему впервые в истории использован термин вокс нила дзеппелин на втором альбоме его использовали впервые а на первом альбоме каптана бифхарта здесь термин вокс а песня сама по себе просто тяжелая тяжелый рок в понимании каптана бифхарта вторая сторона yellow brick road это практически кантри но кантри исполненная скажем так персоналом психиатрической больницы в которой лечится особо опасные буйные помешанные люди и в минуты перекура врачи могут собраться и сыграть вот такой вот кантри которая сыграна здесь на альбоме бифхарта yellow brick road оба-заба безумная песня совершенно с умопромочительным соло на бас-гитаре который играет рай кодер авангард авангардович авангардов но при этом слушается очень легко вообще очень легкий для восприятия альбом несмотря на то что авангард plastic factory близко к блюзу произведение и достаточно понятное достаточно такое почти традиционное where there is woman следующая песня опять вдруг ни с того ни сего какая-то странная лирика но зато growing so ugly это блюз традиционный искаженной до неузнаваемости просто блюз сыгранной глубоко упоротом хотя все было в трезвом нормальном адекватном состоянии записано упоротом сошедшим с ума человеком который дирижирует компании высокопрофессиональных музыкантов но и вот он сейчас завершает пластинку торжественная торжественный рок громкий хороший который внезапно прерывается какими-то странными уходами в сторону от мелодии от гармонии от акции ритма от метра от все потом раз опять возвращается в эту самую торжественность но альбом гениальный и когда вы слушать и слушайте его один раз первый раз он кажется странным со второго раза он кажется интересным а после третьего раза кажется что вы будете слушать его всю свою жизнь до конца дней своих получать удовольствие слушать его каждый день с утра до вечера но потом правда при естся потому что много других пластинок есть но с полки его не убираешь он стоит всегда на видном месте и он и он всегда кстати когда вам плохо он кстати когда он хорошо он еще более кстати когда вам скучно это вообще красота ставите safe as milk и никакой тоски вот я развеселился вместе с вами и пошел наверное дальше что-нибудь пить с вами был я пока